Хочешь себе премиум танк, а голды даже на ИС-5 не хватает? Приложение Goat for Tanks. Выполняй задания различной сложности и начинай зарабатывать прямо сейчас. А для быстрого старта вводи мой реферальный код и получай золото для World of Tanks и Blitz совершенно бесплатно. Как только заработаешь свои 500 голды, тебе придет специальный бонус-код, который можно вывести в Steam. Хочешь зарабатывать еще больше? Оставляй положительные комментарии в соцсетях или Google Play со своим реферальным кодом и сможешь заработать 20% от заработка своих друзей. Начинай зарабатывать прямо сейчас и качай приложение совершенно бесплатно по моей ссылке в описании. Друзья, всем привет! В этом видео мы поговорим о топ-10 самых слабых танках, которые просто сжирают вашу стату и тянут на дно. Да, некоторые уникумы смогут тащить на этих канистрах, но лично я что-то от них конкретно подгорел. Давайте так, набираем 5000 лайков под этим видео, следующее выходит без рекламы. Вам не жалко, думаю, палец вверх поставить, а мне приятно. Все-таки каждый труд должен поддерживаться. Меньше слов, больше дела. Погнали! На 10 месте советский тяжелый танк 5 уровня КВ-1. Когда-то это была легенда, гроза рандома. На выбор было много орудий, одной из них бирокол, способный разобрать врага за считанные секунды. Плюс броня, которая бесила многих эстэшек и не только. Но сейчас, глядя на то, что осталось от прежней, былой мощи на фоне Т1 хэви, даже баргип имеет миллиметров во лбу в разы больше, чем КВ-1. Из грозного здесь осталось только альфа. 200 урона за выстрел для пятого уровня, ну реально сильно. Но на фоне остальных машин КВ-1 смотрится проигрышно, уныло и банально. И как по мне, больше не представляет угрозы рандому, как в былые времена. Да, может и играется, даже сейчас неплохо, но мне он запомнился совершенно другим. На девятом месте британский средний танк восьмого уровня «Центурион-1». Знаю, сейчас набегут комментаторы, что у него крепкая башня. Конечно, крепкая, что даже седьмые уровни шьют. Плюс динамика среди всех средних танков восьмого уровня настолько убогая, что просто... Хочется плакать. А броня, более картонные СТ-шки сложно будет найти. Дырявый корпус, как говорится, милости прошу, отворяю ворота, залетайте все туда. Альфа отдельная тема, средний урон 190, а летит обычно 160 и даже бывает ниже. Назвать эту машину сильно язык не поворачивается. Против восьмерок еще куда не шло, но против девяток только и будете что и отхватывать. Единственное, что здесь топ, это пробитие. Оно реально классное, просто кислотное. В лоб шьет абсолютно всех. Но реализовать этот танк и полюбить смогут действительно реально лишь ценители британской техники. Была бы у него хотя бы динамика поярче, я бы его так не хейтил. А так, кактус кактусом. Да еще в стоке столько кровушки моей выпил. Ой, что позавидует даже комар. На восьмом месте японский средний танк пятого уровня Чину. И готовьте пятые точки к боли, если намылились качать ветку СТБ-1. Чин у вас явно не порадует, у него скудная динамика, абсолютно нет брони. А главное, танк лишен фишек и какой-либо изюминки. Более пресной машины ну сложно будет найти. Также будьте готовы к тому, что леопард всаживает весь барабан и чаще всего критует или поджигает. ХП обычно словно корова языком слезала. Остается чисто, ну так, на донышке, кропаль. Конечно, УВН вниз минус 10 градусов это хорошо, но в песке это не особо ценится. Там больше доминирует отвага и безумие. Это и все, что ты должен знать при игре на Чину. И спускаясь в песок пятого или шестого уровня. Смажьте свою пятую точку салом или маслом, иначе танк запомнится очень надолго. На седьмом месте китайский средний танк девятого уровня ВЗ-120. Скажем так, танк неплохой, но зайдет немногим. Более того, десятка в разы лучше. А вот 120 в этом плане более спорный. Первое, что прям сильно напрягает, это боеукладка. Она критуется очень часто, чуть ли не через выстрел. Поэтому будьте очень аккуратны. Плюс в стоке это чудовище, заберет весь страх и сломает все нервы. Может вам нужно обкачать еще одно двигло? Или вам стоит вкачать еще одно орудие? Может вам еще вкачать пару сотен таких орудий? Свободного опыта после прокачки девятки обычно не остается. Да и по УВН здесь полный хлам, минус 3 градуса вниз, это настолько плохо, что некоторым игрокам легче сразу вырезать себе печенку или селезенку и отправить на полку отдыхать. Иначе через пару боев она просто выскочит из груди. Капризная машина далеко не для всех. Слабым игрокам вообще качать противопоказано. Плюс орудие на ходу не стреляет, стабилизация и разброс просто ужасные. Зато сведение здесь шик и блеск, но зачастую на этом далеко не уедешь. Ну и альфа, конечно 400 за выстрел это круто, в остальном только одни минусы. Кстати бой на мастера записал, для вас стараюсь. Надеюсь лайк ты уже прожал по второму кругу. На шестом месте французский легкий танк 6 уровня АМХ-12Т. И лично мое мнение по ветке батчата данный танк самый слабый, унылый и наиболее сложный в прокачке. Первое, что раздражает это очень длинное КД. Весь барабан нужно ждать почти 16 секунд, это и правда немало. Плюс проходимость оставляет желать лучшего. Вечно за что-то цепляется и теряет скорость, набирает он ее так же не бодро. Да и внешний вид у него, честно говоря, а ладно ролик не об этом. Часто выбивают наводчика, периодически горит экипаж, а вместе с ним и ваш пукан. Неплохой танк, так сказать. Но сравнивая с такими прекрасными машинами, как Толстопард ВК-2801, Чаффи, где урон в минуту просто бешеный, тот же Т-37 имеет более комфортный барабан и сам танк будет поприятнее. Француз, как по мне, ни рыба, ни мясо в целом. На пятом месте американская ПТСА у восьмого уровня Т-28. Говорю сразу, сто раз подумайте, стоит вам качать ветку Е3 или нет. Ибо встречая на пути такое чудовище, как Т-28, у вас изрядно подгорит одно место. И я вам не скажу какое. Я, честно, просто ненавижу этот танк и готов вставлять во все топы, которые говорят, ну не качай эту технику, просто не стоит. У танка два главных минуса. Это максимальная скорость и разворот на месте. В первом случае вы постоянно тащитесь вперед или назад вас тянет непонятно и никуда не успеваете. Во втором не закрутит вас только такой же обиженной жизнью на Т-28 и заехать в корму сможет даже тяж. Поэтому желающих присунуть вам в кормушечку будет просто миллион. А как любят хрустящие борта Т-49, вы бы знали. Ммм, песня. Ему словно медом там намазано. Танк полное дно. Единственное орудие реально гнет. Но боюсь вас в рандоме оно точно не спасет. На четвертом месте немецкая ПТСА у восьмого уровня Фердинанд. Помните, был момент, когда апнули броню, он реально начал танковать все, что в него летит. Но после того, как все вернули обратно на круги своя, лично для меня этот танк умер. Он просто перестал существовать для меня на фоне динамичных и очень комфортных ПТСА у по типу Як-Пантеры 2, СУ-101 и других не более крутых машин. Федя просто лютая боль и страдания. Чистое удовольствие для тех, кому нравятся неповоротливые ПТ. Если ваш друг скажет, что Федя лучше второй Яги, вы обязательно проверьте его ориентацию. Мне кажется, с ним ну явно что-то не так. Фердинанд отлично подойдет, если его кинуть на съедение другим акулам в рандоме, как наживка или приманка. Нормально. А вот как хищник, не смешите мои подковы. На третьем месте британская ПТСА у седьмого уровня АТ-15А. Да, возможно, нам хотели намекнуть, что прем получится не хуже АТ-15 с такой же точностью, быстрым полетом снарядов и высоким пробитием. Но как бы нет. Это вообще больше похоже на покупку с Алиэкспресс, когда купили себе пятнадцатый айфон за 30 баксов в надежде получить оригинал. Помните, как в песне Сектора Газа поется «Вотку придумал сатана», заодно вместе с ней и АТ-15А. Кто фармит на этой машине вообще непонятно, но мне, когда хочется пострадать, поплакать, в рандоме обязательно выберу этот танк. Благо у меня не бывает осенней депрессии или какой-то хандры. Была бы моя воля, я бы вообще убрал этот огрызок из игры. На втором месте немецкая самоходка седьмого уровня «Штуренпехен Эмиль». Да, давайте поклонники этой канистры, просто фанатики, которые устроили этому танку культ бутылочности, начнем писать у меня в комментариях. Жду вас под видео, понимаю, что кому-то, может, и зашла эта дыра. Мне лично и всем моим знакомым вообще нет. Нет, я сказал еще раз нет. После убойной Су-152, динамичной Су-101, пробивной Як-Пантеры, Эмиль смотрится немного странно. Более того, это, наверное, единственная самоходка в игре, которая не получила голду. Только ББ и фугасы. Ну да, зачем? Орудие, не спорю, здесь неплохое, хорошее. Остальное – динамика, картонная рубка, разворот на месте. Сразу хочется стереть себе память, думаю, лучше бы вообще на ней не играл. В топе играется неплохо, но против восьмерок, поверьте, это дьявол сожрет вашу стату и пропустит ее сквозь миксер. У меня на танке 42%, и скажу честно, побеждать будет вам очень сложно. На первом месте британская ПТ-САУ шестого уровня АТ-8. И знаете, более унылой, слабой и неповоротливой канистры сложно будет найти. Если на шестом уровне уже появляется очень много быстрых машин, то попадая к семеркам, их наличие в разы увеличивается. И всевозможных дракул, тайпов 62, бульдогов, желающих заехать вам в корму, становится все больше и больше. Более того, даже одноклассники вообще не запариваются насчет вашей брони. Есть еще в ПЗ-2 джедай, но кто в здравом уме поедет на нем в рандом? А вот на АТ-8 вам придется катать, если вы, конечно, захотите вкачать себе бабаху. Вы посмотрите на этот танк со стороны и сто раз подумаете, нужны вам эти страдания или нет, мне кажется, лучше не стоит. На этом у меня все, поддержите это видео лайком, пришлось играть на далеко не самых лучших и, блин, ну честно, нелюбимых танках в игре. Не забываем подписываться на канал и прожимать колокольчик. С вами был мистер Монг, всем хорошего дня и самое главное, танкисты. Играйте только в качественные игры, если вам, конечно, есть с чего играть. Субтитры сделал DimaTorzok